Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Кафе, заправка, гостиница и СТО в Краснодарском крае разработают схему размещения объектов придорожного сервиса. Опять каникулы в стране продлили мораторий на проверки бизнеса. Сочинские депутаты сегодня внесли изменения в муниципальный контроль. Друзья-сябры прибыли в Сочи. Белорусские журналисты узнали, что ждет курорт в ближайшем будущем. Тысячи георгиевских ленточек планируют раздать в Сочи. Акция стартовала сегодня во всех районах города. Схему размещения объектов придорожного сервиса разработают на Кубани. Такое поручение дал глава региона на профильном совещании. Многофункциональные комплексы будут размещаться на трассах для помощи и отдыха автотуристов. Подобные площадки должны включать в себя не только кафе и заправки, но и небольшие гостиницы со станциями технического обслуживания автомобилей. Идея концепции – получить максимальное количество услуг в одном месте. Качество курортов сегодня растет, безусловно, но дороги к ним должны тоже по качеству и уровню придорожного сервиса тоже расти. Вроде как обочины почистили, эти рыночки облагородили. Коллеги, но это опять-таки накрасили губы, как я говорю, подштукатурили что-то. Нужно сегодня конструктивно менять, как мы меняем конструктивно облик в целом нашего побережья, наших курортов. Так, конечно, и вот того придорожного сервиса, который сегодня у нас есть. Эти заправки, кафе, в целом объекты придорожного сервиса. Вот кто на что гораст, у кого насколько есть возможностей, там он их и лепит. Не размещает, а лепит, коллеги. Необходимо разработать и утвердить схему объектов придорожного сервиса. И я еще раз подчеркиваю, коллеги, схема в целом, она зависит в первую очередь от глав муниципальных образований, потому что тех муниципальных образований, через которые проходят федеральные трассы, ведущие к морю. Администрация края, Росавтодор и ГК Автодор разрабатываем эту схему, утверждаем, эта схема станет путеводителем в первую очередь для нашего краевого департамента архитектуры, департаментом торговли, для наших муниципалитетов в части приведения генпланов и правил землепользования и застройки в соответствии с этой схемой. Вдоль федеральных трасс предусмотрено 28 мест размещения многофункциональных комплексов для придорожного сервиса. На данный момент из них работают 8. Более 20 населенных пунктов края газифицируют в этом году. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который провел Вениамин Кондратьев. На Кубани будет построено порядка 120 километров распределительных газопроводов. Голубое топливо получат свыше 15 тысяч домовладений. Какие еще проблемы жители края нашли свое решение, подробнее наши краснодарские коллеги. Развитие коммунальной инфраструктуры в отдаленных хуторах и поселках – один из частых вопросов, с которым обращается губернатор. В Краснодар на прием граждан Дарья Овсяникова приехала из Отрадненского района с просьбой ускорить газификацию хутора Чайкина. Там проживает около 300 человек. Провести голубое топливо местные власти обещали с 2011 года. Однако технические возможности для этого не были созданы. Я от жителей хутора Чайкина по поводу газификации хутора. Трубы провожили, будки поставили, все. Насколько это правда или нет, то что проект отправили в Ростов на тендер. Но когда это будет, не будет ли это, мы не знаем. Правда это или нет, мы не знаем. Долго не ждали, я услышал о том, что Дарья Александровна говорит. Я уже не раз стоял вопрос об этом, о газификации. И Виннии Владимирович, давайте подойдем более серьезно к этому вопросу. Еще раз подчеркиваю, Газпром готов, все готовы. Здесь, наверное, системный подход, системная работа. Абсолютно. Потому что обидно им, когда в соседних населенных пунктах есть газ, если там труба проходит, а у них нет. И они тоже хотят так же, чтобы вот так вот кран повернул, и комфорт там где-то зажглась. На приеме граждан стало известно, что населенный пункт уже в будущем году будет включен в краевую программу газификации. Вениамин Кондратьев поручил министру ТЭКа ЖКХ Края Евгению Зименко лично проконтролировать этот процесс. Также природным топливом обеспечат еще 22 населенных пункта в 15 муниципалитетах Кубани, среди которых Анапа, Геленджик, Туапсинские и Белореченские районы. Свой разговор с губернатором Зинаида Якушева, наоборот, начала с хороших новостей. В станице Должанска, где проживает женщина, в этом году начнется благоустройство Парка Победы. И все же для полного комфорта станичной жизни не хватает спортивной площадки. У нас одна небольшая проблемка. Нет спортивных сооружений. Жители около 7 тысяч. Ну нет, вот мы хотим, чтобы небольшую помощь просим в этом направлении. Единственное место, где сегодня станичники могут заниматься спортом, это заброшенный стадион. Но при виде заросшего футбольного поля и разрушенных трибун пропадает всякое желание. Нашим ребятам, нашим футболистам элементарно нет места, где они могли бы выйти на поле и полноценно тренироваться. Министр физической культуры и спорта края Андрей Марков рассказал, что в станице Должанска уже в скором времени появится целый спорткомплекс, где смогут заниматься как дети, так и взрослые. Узнав о хорошей новости, женщина с трудом скрывает эмоции. Хотел бы обрадовать заявительницу, то есть на самом деле Ейским районам подготовлена проектная документация на малобюджетный комплекс. И сейчас они подаются на государственную экспертизу. При хорошем распаде, значит, у нас в ноябре месяце начнется строительство. Замечательно. Зачастую проблемы, с которыми обращаются жители края к губернатору, решаются сразу на приеме граждан вместе с Вениамином Кондратьевым. В одном кабинете находятся представители профильных министерств и руководители муниципалитетов, что позволяет оперативно рассмотреть ту или иную ситуацию. То, как качественно и в срок исполняется обещание, данные в ходе приема граждан, контролирует лично глава региона. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Опять каникулы. В стране решено продлить моратории на проверки бизнеса. Так называемые надзорные каникулы продлятся до декабря 2020 года. Сочинские депутаты на очередной сессии сегодня внесли изменения в решение городского собрания о муниципальном контроле в области торговли. Магазины, парикмахерские, кафе. Мораторий будет действовать на плановые проверки малого и среднего предпринимательства. Главная задача – позволить бизнесу развиваться, считают депутаты городского собрания Сочи. Речь идет об ограничении целого ряда проверок со стороны пожарной и трудовой инспекции, Роспотреб, Росприроднадзора и прочих структур. Нашим решением, которое мы сейчас приняли, мы привели наше муниципальное законодательство в соответствии с федеральным в части проведения плановых проверок объектов малого и среднего бизнеса. Это еще дается один такой шаг, хороший шаг, для того, чтобы у нас этот сегмент малого и среднего бизнеса, а у нас он довольно-таки большой, тот, который приносит в бюджет муниципальные средства, а то он оказывает хорошие, качественные услуги нашим отдыхающим, люди будут спокойно, нормально работать, развивать свой бизнес. Программа по поддержке малого и среднего бизнеса, она продолжает работать у нас в городе. Надзорные каникулы – это шаг навстречу предпринимателям, но при выявлении нарушений в процессе внепланового контроля предприниматель будет наказан по всей строгости. Если же контролеры придут не по графику, это будет считаться грубым нарушением законодательства. Результаты такой проверки аннулируют, но стоит учесть, что по-прежнему будут проводиться проверки предприятий, которым необходима лицензия для работы. Также в рамках сессии депутатами городского собрания Сочи была согласована передача муниципальных помещений Центру диагностики и консультирования. Он занимается психолого-педагогической работой с детьми. Также откорректирован перечень наказов избирателей. К лету цифровое телевидение появится у 90% жителей Сочи. Такой прогноз дают городские власти. Сигнал нового формата станет доступен даже для жителей отдаленных поселков в горах. Уже 3 июня в Краснодарском крае отключат аналоговое вещание. Чтобы посмотреть федеральные телеканалы, одной антенны будет недостаточно. У некоторых могут возникнуть проблемы с подключением. На экране вместо любимых телепередач сплошные помехи. Пенсионерка Левтина Морозова не может поймать цифровой сигнал. Она уже купила приставку, но настроить аппарат не удалось. Женщина позвала на помощь волонтеров. Никто не смог сделать, хотя это может быть и просто. Но в нашем возрасте это достаточно тяжело. Почему цифровой – это понятно. По сравнению с тем, что было, рябь – это чистота. Это поэтому не 10 каналов, а 20. Картинка на старом телевизоре Левтины Морозовой преобразилась. Никакой ряби – только качественное изображение. А всего лишь нужно было произвести несколько манипуляций с пультом, телевизором и приставкой. В некоторых случаях цифровая приставка не обязательно к покупке. При подключении, во-первых, мы обращаем внимание на то, что какого года телевизор. Если же телевизор очень старый, к нему нужно приобрести дополнительную приставку для подключения цифровой линии. Если телевизор, так скажем, молод, еще ему лет пять или менее, то его можно подключить без приставки, имея только одну антенну. Антенна нужна и в первом, и во втором случае. Обо всех нюансах цифровизации рассказывают волонтеры. Обучение прошли 130 добровольцев. За два месяца они помогли подключиться к телевидению нового формата 50 пожилым сочинцам. Волонтеры работают по заявке. Одну из них оставил житель Сочи Александр Алферьев. В скором будущем отключат аналоговое телевидение. Решил подключить цифровое. Краснодарский край находится в числе тех регионов, которых аналоговое вещание отключат в последнюю очередь. В 27 субъектах этот процесс уже завершен. Однако телевидение нового поколения стало доступно для жителей Кубани гораздо раньше. В Сочи цифровое телевидение работает начиная с 2012 года. Передатчик первого мультиплекса был запущен в 2012 году. Передатчик второго мультиплекса, еще 10 каналов, был запущен в 2013 году. То есть уже более 6 лет сочинцы могут смотреть 20 бесплатных каналов. По специальным каналам высокочастотный сигнал подается на телебашню. Антенна располагается на высоте 180 метров. Оттуда сигнал распределяется под цифровым объектом вещания. Их на территории Сочи 29. Такого количества оборудования нет ни в одном муниципалитете края. Объясняется это сложным рельефом местности. По этой же причине 51 населенный пункт оказался вне зоны покрытия цифрового вещания. В данном случае жителям, которые находятся вне зоны покрытия цифрового эфирного телевидения, они могут обратиться к операторам спутниковой связи, к спутниковым ТВ-операторам, для подключения льготного комплекта оборудования. И они получают возможность бесплатного просмотра базовых каналов бесплатного эфирного телевидения. Малоимущие смогут получить единовременную выплату на приобретение приставки или спутниковой тарелки. Средства выделяются по краевому закону. К июню на цифру в Сочи по предварительным прогнозам приедут 90% жителей. Тем не менее, местные и краевые телеканалы и после 3 июня продолжат вещать в аналоговом формате. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 26 апреля в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 16-18 градусов выше нуля. Друзья Сябры прибыли в Сочи. Так называется сообщество журналистов и блогеров России и Белоруссии. За несколько лет его представители побывали в разных городах. В Сочи посетили олимпийские объекты и встретились с мэром. Анатолий Пахомов рассказал журналистам, как город готовился к проведению зимних игр. Сколько было вложено средств, а это 225 миллиардов рублей. И как город преобразился за эти годы. Благодаря мотивации, которая присутствовала у жителей города Сочи при подготовке к Олимпийским играм, много удалось решить за счет... И до сегодняшнего дня мы не уронили вот это настроение, что объекты должны приводиться к единому архитектурному облику. Они должны содержаться. Мы приняли правила благоустройства со штрафными санкциями за невыполнение. Мы создали административное управление, которое контролирует, как содержатся дома, как убирается внутри дворов. Белорусские гости отметили, курорт изменился после 2014 года. Сочи просто преобразился. Это такая просто для стороннего человека приезжего идиллическая, посторонняя такая картинка. И действительно очень много впечатляет. Город абсолютно безопасный. Гости поинтересовались, что Сочи ждет в будущем и как здесь в одном городе уживаются 120 национальностей. Анатолий Пахомов рассказал о планах по развитию самого северного района Сочи, Лазаревского. О том, что в городе есть совет национальных объединений, помогающий решать многие вопросы. Мэр отметил, здравницы работают круглый год. Только горнолыжные курорты в этом году приняли почти полтора миллиона человек. Главный инвестор в Сочи – это турист, которого здесь ждут в любое время года, в том числе и из Белоруссии. Из аэропорта Сочи возобновляются рейсы в Ригу. Полеты будут выполняться с 14 мая два раза в неделю – по вторникам и субботам. Авиасообщение с латвийской столицей отличается удобным временем выполнения, так как комфортно стыкуется с рейсами в большинство городов Европы. Пассажиры благодаря транзиту через аэропорт Риги смогут добраться в Амстердам, Брюссель, Берлин, Вену, Вильнюс, Лондон и другие города Европы. И к другим новостям. Сочи сегодня простился с Вячеславом Абрашкиным. Основатель Сочинского оркестра народных инструментов «Русский сувенир» ушел из жизни в 80 лет. Прощание состоялось в Зимнем театре. Заслуженный артист России, педагог Вячеслав Ильич Абрашкин прослужил сцене более полувека и внес неоценимый вклад в развитие русской народной музыки. Выпускник Московского института имени Гнесиных Абрашкин был достойным преемником народного артиста СССР Павла Нечупаренко, чьим именем был назван один из самых ярких и самобытных фольклорных коллективов. Юга страны, оркестр народных инструментов «Русский сувенир». Он очень отзывчивый, теплый человек, внимательный. Конечно, очень высокого уровня человек и специалист хороший, преподаватель. И сам в свое время очень много выступал у нас. Так что очень тяжелая утрата для нас, незаменимая. Свои соболезнования семье музыканта принес и глава Сочи Анатолий Пахомов. Похоронить заслуженного артиста России решено на Барановском кладбище. В Сочи женщина выжила после прыжка с моста. Накануне вечером 38-летняя женщина спрыгнула с Вещагинского виадука в микрорайоне Светлана. Она упала с высоты 27 метров, но осталась жива. Женщина получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить, что это было – попытка суицида или несчастный случай. Тысячи георгиевских ленточек планируют раздать в Сочи. Акция стартовала сегодня во всех районах города. Сегодня в центре Сочи георгиевские ленты раздавали юноармейцы. Черно-оранжевые ленты крепили на одежду прохожим и объясняли, как нужно носить этот символ памяти и благодарности за подвиги участников Великой Отечественной. Мы вот особенно молодежи говорим, что ни в коем случае не повязывать ни на какие там сумки, какие-то на машины не вешать. Главное – ее носить на груди, потому что это символ победы, который мы все чтим и уважаем. До 9 мая георгиевские ленты будут раздавать во всех районах Сочи. В Адлере на пересечении улиц Ленина и Кирова, в Хостинском районе – у кинотеатра «Луч», в центре Сочи – на площади «Флага», а в Лазаревском районе – около центра «Нацкультур». Всего активисты в Сочи планируют раздать более 40 тысяч георгиевских лент. Также в дни акции по всему краю будет проходить сбор пожертвований. Деньги передадут Краевому клиническому госпиталю ветеранов войн для покупки медицинского оборудования. Добавлю, что акция «Георгиевская ленточка» проводится в нашей стране с 2005 года, а вообще черно-оранжевая лента появилась более 220 лет назад на ордене Георгия Победоносца. Награду вручали за мужество и особые заслуги на полях сражений. Позже георгиевскую ленту стали использовать и в других наградах, в том числе на ордене славы, который был учрежден в годы Великой Отечественной войны. Тимуровцы по Сочинске в городе стартовала акция «Согреем сердца ветеранов». Ее цель – помочь пожилым людям, которые живут рядом. Шефство над пенсионерами взяли и учебные заведения. Сегодня студенты техникума высадились с трудовым десантом на садовом участке 98-летнего ветерана войны Набиула Бахтиярова. Родился Набиул Бахтияров в 1921 году в Ульяновской области. Но в голодные годы родители перебрались в Таджикистан, где было и теплее, и сытнее. Там он и пошел в школу, а уже в 18 лет стал участником финской войны. «В педагогический институт вступил. Учителем работал я в кишлаке, в колхозе. И потом нас оттуда забрали в 39 декабре в армию. Сперва Проскуров, потом Бессарабьев поход был. Вернулись уже из Ясловля. Там уже нас заступила война». Служил в артиллерийском полку, стал начальником дивизионной разведки, освобождал Кубань от немцев, получил орден Красной Звезды за оборону Туапсе. Первый раз Набиул Белялович увидел Сочи в 1942 году. Сюда попал после тяжелого ранения. В госпитале, который располагался в снатоле и салют, его выхаживала медсестра. После войны стала ему женой. Сейчас, говорит ветеран, уже сложно справляться с садом. Студенты сочинского профессионального техникума решили помочь. «Это наш долг им помогать. Эти люди, они воевали за нас. И мы всячески должны их поддерживать». Ветеран рассказывает, дети в дом приходят часто из школы, интерната. То про одно просят рассказать, то про другое. Всегда спрашивают, чем помочь. Сегодня ребята постарше взялись за покраску и уборку территории вокруг дома. За каждым вузом и СУЗом закреплен ветеран, которого они в течение года навещают, помогают в быту, поздравляют со всеми праздниками, общаются просто. И вот к 9 мая, конечно, и в пасхальную неделю мы решили еще и навести порядок во дворах, в квартирах, внутри домов, помочь в хозяйстве. Молодежная акция «Согреем сердца ветеранов» стартовала в Сочи несколько лет назад. Современные тимуровцы приходят в гости к Думстам-трем ветеранам. Самое главное – это неразовая помощь. Студенты помогают и в будни, и в праздники. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». ГИБДД готовит новые сюрпризы для будущих водителей. Обнародованы новые идеи в рамках реформы подготовки водителей, сообщает издание «Коммерсант». Предлагается ужесточить контроль за водителями грузовиков и автобусов. Желающие получить категорию «Д» должны иметь стаж вождения не менее одного года в рамках категории «Б», «Ц1» или «Д1». Также менять иностранные права на российские планируют только после обучения в автошколе и сдачи экзамена. Сейчас запрещено управлять транспортными средствами без российских прав при работе по найму. Исключение сделано для граждан Киргизии, а также стран, где русский язык считается официальным. Планируется еще запретить самостоятельно выбирать, в каком подразделении ГИБДД сдавать экзамен. Сегодня выпускник автошколы может сдать экзамены в составе группы от автошколы или самостоятельно. В ГИБДД предлагают закреплять ученика за конкретным подразделением, что позволит минимизировать коррупционную составляющую. Сочинский национальный парк представил патриархов. Речь идет о деревьях-старожилах. Причем некоторые великаны растут совсем недалеко от города, например, в Кудепстинском лесничестве. Сочинский нацпарк – уникальное место. Сейчас на его территории насчитывается более 60 памятников природы. Одним из таких является белый тополь, который на данный момент считается самым большим среди своего вида. Окружность ствола Кудепстинского дерева-патриарха составляет более 10 метров при диаметре в 3 метра. Очень быстро растущая порода. В 40 лет он достигает в диаметре 50 сантиметров. К сожалению, большинство из его собратьев недолговечны, доживают до 80 лет. А учитывая диаметр и окружность ствола этого дерева, расчетная величина его возраста – около 150 лет. В национальном парке встречаются и другие древесные породы патриархов. Они равноценны тополю по величине или по возрасту. Например, каштан посевной, пихта Нордмана, липа кавказская, тис-ягодный и многие другие представители. Яркие впечатления у гостей пресс-тура остались после знакомства с жертвенным камнем, который считается ровесником кавказских дольменов и египетских пирамид. Крупная глыба песчаника, собственно, мегалит, крупный камень, который обработан только с одной стороны, с восточной. И здесь имеются два сиденья с подлокотником. Ориентирована эта обработанная сторона на восток. И считается, что здесь находились жрецы, которые отпускали какие-то культовые действия, обращаясь к восходу солнца. Возраст камня составляет 5000 лет, а его предназначение есть много догадок. Таких памятников на территории Сочи – единицы. По-настоящему удивительные творения природы и редкие краснокнижные растения можно встретить, гуляя по пешему маршруту парка. В Сочи откроется самый высотный и длинный зиплайн России. Новый захватывающий аттракцион длиной 1027 метров открывается на горнолыжном курорте Красной Поляны 1 мая. Для мега-зиплайна специально привезено австрийское оборудование, установленное на самых знаменитых аналогах в мире. Старт расположен на вершине Черная пирамида горы Аибга на высоте 2300 метров. Пролетая со скоростью 80 км в час над горной долиной, гости смогут насладиться панорамой Кавказского хребта. На аттракционе могут прокатиться взрослые и дети от 10 лет. Огонек, сердце и слезы от смеха аналитики назвали самой популярной эмодзи у россиян. Каждое четвертое сообщение в социальных сетях включает в себя значок, отражающий эмоцию. В анализ вошли свыше 250 миллионов сообщений за два с половиной года. Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек. Его использовали почти 3 миллиона раз. Следом за ним идет красное сердечко. Завершают тройку плачущий от смеха смайлик. Различаются самые популярные все эти значки и по гендерному признаку. Женщины в принципе используют их в среднем в полтора раза чаще, чем мужчины. И отдают предпочтение красному сердцу. Самый популярный среди мужчин эмодзи – это огонь. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Билайн на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok